Да, доброго времени суток, уважаемые любители шахматы. С вами Шахматный Феникс, и у нас первый матч игры наоборот. С нами Платон Гальперин и Руслан Габитов. Здрасьте. Да, ну и давайте, Руслан, предоставим выбор молодому шахматному бойцу из Украины. Короче, перед вами 5 позиций, ребята. Я надеюсь, ты все их видишь, Платон. Можешь выбрать, каким позициям ты хочешь играть. Ой, это сложно. Любая позиция... Да. Ну, допустим, первую позицию буду играть черную. Первую позицию потом выбирает черную, да? Сейчас я это запишу. Так, теперь Руслан выбирает, какую позицию он будет играть, каким цветом. То есть теперь, Руслан, ты не можешь... Ты не можешь выбрать позицию номер один, но выбираешь из остальных из четырех. И, естественно, цвет. Я последнюю черными. Последнюю черную. Так, Платон. Платон, Платон. У тебя осталась вторая, третья и четвертая. Позиции на выбор. Допустим, я буду играть четвертую черную. Платон, четвертую черную. Король белых выбирает. И у Руслана осталось выбор между второй и третьей позицией. Третью черными. Третью черными. Третью, а Руслан черными. Итак, вторая позиция у нас не участвует. Конечно, блин. А позиция симпатичная после G6. А как играть после G6? Ну, в коне G6. Обидно. Да, но всем спасибо за внимание. Ждите матч, комментирую буду я и Никита Петров. И мы приступаем к нашему матчу. Игра наоборот. Долгожданно. Я предлагаю назвать наших сегодняшних участников матча. Да. Платон. Дебютантов новой рубрики. Платон Гальперин и Руслан Габитов. И там у шахматиста яркого, нестандартного стиля. Я думаю, такая игра им подходит. Ну и, собственно, вы видите первые позиции на доске. Но почему-то игра не начинается. Мы нажмем на паузу. И как только матч начнется, мы с удовольствием начнем его комментировать. Ты почему игра идет? Я не вижу. Нажми, подключи к партии. Уже это и хода сделано. А, серьезно? Да. О, да, отлично. Да. Итак, в этой партии черными у нас играет Платон. Платон пошел. Да, но у белых три проходные, очень сильные. У черных достаточно бесполезные одноцветные слоны. Но вот их король, прошу прощения, король белых, под атакой. Как бы сейчас не получилось, просто ничья вечным шагом. Не, ну надо было на полном серьезе. Ну а что, нельзя бежать никуда? А куда? Ничья. Ну, отлично. Первая партия у нас. Ну, я хотел как раз вот вам сказать, что... Что Руслан проводит эти два матча. После такой партии я даже не знаю, что сказать. Да, ну что, первая партия у нас получилась без особой борьбы. Давай покажем, как все происходило. Не знаю, надо поанализировать. Дело в том, что когда мы выставляли, то показалось, что так не должно происходить. Я не уверен, что ход ладей Е2 хороший, если честно. Мне кажется, что белые выпустили перевес ходом ладей Е2. Вот, посмотри, первый ход заведи. Ладей Е2, Ферс Б5. Ферс Б5 сильно нашел Платон. И тут как-то действительно белому же надо беспокоиться об короле. Ну и действительно, королю не подобежать. То есть, король Е5... Ну, это не грант победы. Черт, в крайнем случае, как Д6 пойдут и придется возвращаться. Да, ну вот так вот скучненько достаточно сортовал многообещающий матч. Ну, надеемся, что вся заруба в следующих партиях. Позиции будут интересны. Оставайтесь с нами. И у нас партия номер 2 между Русланом Гамбитовым и Платоном Гальпериным. Белым цветом у нас играет Платон, черным цветом играет Руслан. Я не понимаю, что в какой этой позиции вообще можно играть белыми. Абсолютно неприступные пешки. Еще меня немного удивляет первый ход Платона. Я бы на месте белых, конечно, повел бы корона в центрах сразу. Короче, ты как раз четыре. И вот, собственно, король пришел. Ну да, на черном. Знаешь, какой интересный момент. Представь, что черный не играет в Б5, а вообще стоят. Ходят король С8, король С7. Как пробивать эту позицию? Ну, ладью вести как-то туда. Куда? Ну, сейчас Платон отжертвуется. Смотри, вот уже... Хорошо, сейчас он отжертвуется. Верни позицию после третьего хода. Стоп, что это за ход? Открой позицию после третьего хода, Кирилл. Ну, я тебя понял, давай потом. Открой позицию после третьего хода. Зачем? Покажи крепость. Ну, и что? Ну, по-моему, просто нечаянную позицию поставили. Нет, это не ничемное. Да. Так, тем временем, вот, я пропустил много интересных вещей. Короче, что белый начинает прихватывать. А, кстати, интересный момент. Платон напал на коня, но, в принципе, это не имеет никакого значения. Потому что, если взять коня, то три разноцветных слона не выиграют никак. Одноцветных, прошу прощения. Платон это понимает. Не, мне кажется, что Платон просто ерунду будет сделать сейчас. Надо спасаться белым. Ну, условно, опять грамотный ход. Он отжертвовался. Да, ну, теперь я словно, что сильно контролирует все пешки. Мне кажется, зря Рослан допустил вот этот. А мне кажется, что трек была ничья, а так и есть. А как белым пробивать? Ну, вот пошли... Куслана Победа... Чем Куслана Победа играет? А в северных оснований, вроде бы, нет. Так. Стоп. Хотя... Ну, понимаешь, что белым настолько нечем ходить, что... Ну, да. Борьба? Не, ну какая борьба? Бороится, споведуясь только черным. Ну, пушпелы, в принципе, не способны выиграть в этой позиции. Я не совсем понимаю, зачем... Зачем это было выбрало. И еще, повтори, пожалуйста, кто из наших шахматистов это выбирал? Эту позицию выбрал Рослан черным цветом. А, ну, да, понятно. Рослан почувствовал, что... Никакого риска тут нет. Ну, Платон на война гранта сыграл. Мне кажется, здесь можно, ну, даже на Д5 взять, и будет ничья. Ну, как-то это уже, наверное, не ничья. Почему? Как выиграть? Ну, как бы ладья за две пешки и коня. Ну. Зачем мы же четыре? Что мне делают вообще? Почему не корудит? Я не понимаю, что происходит абсолютно. Почему Платон вот не сыграл вместо... Стоп, стоп, стоп. А, ну... Роджи пять, корудит Е6. Ну, в любом случае, ничья. Тут большой запас прочности. Ну, выбили и побежали. Ну, все, ладья Б4 согласились. Ладья Д4. Ну, тогда... Побили, там, ладья Д. Ну, да, и куда-нибудь завели ладью. Ну, шаг на Д4, самое простое. Ну, просто отжертвоваться за пешку, и все. Да, ну, надо еще отжертвоваться, конечно. Ну, больше всего ладья Д4, сряд, но он отфоксировал, ничья. Сразу совсем, совсем без шансов. Ну, да, Платон только играет. Ну, удержал. Удержал позицию Платон. Пока Платон очень уверенно начал в этом матче. Да, ничья. Ну, что, можешь сказать. Возникает вопрос, будет ли у вас какой-либо иной результат. Ну, у нас есть там интересная партия. Да, но всем... Крэти тоже казалось, что они интересны, но... Да. Мне кажется, соперники довольно много ошибались. В принципе, позиция черных привлекательней. И вот даже в конце, вместо того, чтобы играть вот этот шаг кунжет 4, Руслан мог просто забрать слона, и кое-какие шансы на победу были бы у черных. Все-таки король очень далеко. Что ты думаешь, Кирилл? Ну, наверное, да, подвыпустил Руслан. Вот, открой 14-й ход. Ну. С, Д, вместо того, что 4. Ну, я понял. И как-то, Белл не так легко может это удержать, на самом деле. Так что, Платону сильно повезло. Ты, разумеется, это все не записываешь, да? Как это записываешь? Да. Ну, хорошо. Ну, в общем... Платон пока отделался легким испугом. Так же, как и Руслан в первой партии. Так, ну, 1-1. Поехали дальше. Это третий матч нашей... Что? Что? Эм... Нет, я только открыл партию. Платон... Платон уверенно начал мать. Ну, король... Просто король А4, очень грубая ошибка. Надо играть король А4. Стоп. Понимаешь? Победил Руслан, да? Победил... Платон. Победили белые. Как белые? Мат-то этим ходу. А, да, черные. Победили черные. Ну, так... Да, Платон играл черным цветом. Замечательно. По-моему, матч... Матч... Удается, как ты взял. Да, мы... Видимо, король А4 уже грубая ошибка. После нее у белых плохо. Ну, а король Ж3... То есть, вместо король Ж3 надо играть король А4, конечно. Хотя, даже там уже непросто. Ну, там Д4, ой, Д5, там Д5. Да, ну, всем спасибо за внимание. Такой у нас забавный матч. Теперь я понял, в какой позиции надо бороться с Русланом в матч. Согласен. Возвание. И у нас... Последняя партия нашего матча. И ладей 3. Да, в следующем моменте 2-1 видят Платон. И он пошел в ладей 3. В эти позиции, на мой взгляд, шансы вышли у Руслана. Ну, потому что черными играть легче. Но Платон почувствовал единственный шанс вообще белых. Ну, ладей 8. Пока черный король и черные фигуры стоят плохо, надо быстро переводить все на линию Е и связывать по последней. Да, но... Мы, кажется, считали, что как-то перекрывается, да, здесь черные? Не, ну, движок считает же прямо на равенство. Ладь, конечно, играл бы черными. Ну, да, видишь... Вот сразу не... Мне нравится ход Слон Б5. Мне кажется, надо в первую очередь ползняться тем, чтобы пойти Ж5 и путь Ж6. А С4? Что-что? С4 с идеей отвлечь. С4, Слон, С6 и сразу ладья терялась в углу. Можно просто сдаться. Вообще, единственное, я не застарклый срочно, потому что вот эти пешки второго ряда, они тормозят пешки первого ряда. Стоп, можно же? А Руджи-3 грубая ошибка. Прямо вот, все. Ну, это конец. Ну, прям, наверное, не такое. Надо было, наверное, просто сыграть Слон. Ни никаких шансов. С4, Слон, С6 и все прокатилось. Так, ну. С4 ход неожиданно, но вряд ли что-то меняет. Ну, может, он попытается изо всех сил. Ну, вот сейчас она просто F6 и конь Е5, да. И король F7. Черные выходят, их 6 проходных, неумолимые, найдут ферзи. Может быть, король F5? Тут уже абсолютно без разницы, как играть. Но хоть я себя изжила. Он хочет влезть на... Не дают, да? Не, ну, тут никаких шансов, к сожалению, у меня в белых. Вообще. Выпустили, да, беленькие? Да, то есть там, если эту позицию играть белым, надо очень, очень, очень точно начинать. Вот король F3, мне кажется, уже грубая ошибка. Ну, да, ну, ЛДЖ2, это уже непонятно, куда идёт. Сейчас конь Е5 можно спросить сыграть. Конь Е7 видео какая-то конкретика, которого я пока не понимаю. Ну, и в 5 просто, да, тоже логично. Да, мне кажется, всё понятно. Что, всё, это мат же зовут, нет? Мата вводим нет сразу, но... Ну, вот уже хочет мат склеить. Да не хочет никого мата. Пешка вводит в ферзи. Что, неужели белый бессильный прям? Абсолютно. Я на месте чёрного сначала конь G6 сыграл бы, конечно. Сейчас вот король на F4 гранётся. Но это не имеет никакого значения уже, пешки уже протолкнулись. В принципе, тут даже особая точность не нужна. Ну, пора, пора Руслану сыграть конь G6, можно фигуру вводить. Ну, G5 тоже выглядит заманчиво. Ну, мне кажется, всё понятно, да? Ну, есть ещё ладеечки, есть ладеечки. Да как разец. Даже если белому ещё две ладьи добавить, мне кажется, ничего не изменит. Ну, ошибся, полотон. Бывает. Изначально позиция очень тяжёлая для того, чтобы играть белым. Ну, и наш матч близится к своему завершению с вполне заслуженным равным счётом. Да, оба были ужасны. Да, если честно. Так, ну, вот уже подграживает. Проходят скидерами. А первая ладья уже ушла. Ну, Хланд пытается так делать, и я не понимаю, почему просто ладью не взять. Ну, да. Пришлось гадать, а я пустила, что проходил НС-5. Ну, теперь у чёрных... Опа. Я думаю, это потвы идея какая-то. Если бил, где мешки брать, то да. Да. Ну, что? Матч на закончился со счётом 2-2. Боевая ничья. Да, немножко специфический формат, если честно. Да, мы не увидели ни одной нормальной партии. Да ты даже от чего-то лёдно напоминающего нормальную партию мы не увидели, что уж там. Да. Но, тем не менее, спасибо нашим первопроходцам за этот матч. Надеюсь, продолжение будет. Продолжение будет, и надеюсь, что позиции мы будем подбирать более тщательно, а соперники будут ошибаться меньше. Да, всем спасибо. А пока, всем спасибо за внимание.